Приветствую вас, мои дорогие рукодельницы! С вами Наталья Левинская, мастерская креативного рукоделия Волшебные клубочки. Сегодня у нас необычно волшебный мастер-класс. Мы будем создавать славянский магический узел наус Перуна. Наус защиты от оружия и погубления. Этот наус служит щитом и завязывается на защиту человека, чтобы он остался жив и здоров. В наше тяжелое непростое время этот наус как никогда актуален для защиты наших мужчин. Он служит щитом не только в реальных военных действиях, но и для защиты своей правды, отстаивания своей точки зрения. И этот наус поможет выйти из любой ситуации победителем. В прежние давние времена наши предки, жены, матери, отправляя своих защитников на сражение, завязывали магический узел, чтобы защитить их от лихих вражеских стрел, оружия, ударов в спину и других различных неприятностей, отстерегающих в бою. Забежите и вы наус, обращенный к воинственному богу Перуну для своего мужа, брата, сына или отца, и пусть они будут целыми и невредимыми. Также наус завязывается в случае, когда вы предчувствуете угрозу физического нападения. Наус Перуна, предводителя войска небесного, защитит вас. Наус поможет призвать покровительство Перуна, защитников, покровителя воинов. Это незримая, но прочная защита отведет, насколько это возможно, угрозу нападения или смягчит последствия. Завяжите наус заговором и носите при себе, если сладили его для себя. Если же для другого, то он должен носить его в кармане, на поясе, в сумке или же в портмоне или кошельке, чтобы его оберегать. Магическая сила действовала, как щит, и оберегала в непредвиденных ситуациях. Из чего мы будем завязывать такой наус? Какие же шнуры или нити нам понадобятся? Я, конечно же, для образца, чтобы было понятнее, возьму толстый синтетический шнур, вот такой вот, 4 миллиметра. Но реальный наус с заговором нужно плести, конечно, из натуральных нитей. Либо вы берете хлопок толстый, натуральные нити нужны, либо джутовые льняные шнуры, или же шерстяную нить, или хотя бы полушерстяную нить. Мы будем формировать наш наус, ладить из джутовых нитей. Цвет шнуров важен не особо. Не берите, конечно, яркие там синие, розовые, голубые какие-то шнуры. Приветствую, это натуральный цвет, либо темно-зеленый, либо щит может быть золотым, то есть желтые нити, желтые, оранжевые или красные. Длина шнуров или нитей для наузов берется в 2-3 ладони. То есть вот мы отмеряем ладошкой одну длину и загибаем вот так вот на 3. Но так как наш наус ветиватый, для него желательно взять подлиннее, в 4 ладони шнур. Итак, перед тем, как приступить к завязыванию нашего магического узла, нам придется хорошенько потренироваться, чтобы во время завязывания науза нас не отвлекали мысли о том, куда должен переплестись в данный момент шнурочек, как его завязать, куда просунуть. Мысли должны идти четко, осознанно и практически узел должен формироваться уже автоматически. Потренируйтесь не один раз, пожалуйста. И главное думать о намерении, то есть формируя узел, мы проговариваем наше намерение. Это не что иное, как заговор. Мастер-класс с заговором вы сможете забрать по ссылке в описании к данному видео. Заговор вы должны знать наизусть или читать по бумажке, если кому уж совсем никак не выучить, подглядывая, но не отрываясь при этом от формирования самого узла. Итак, для тренировки я рекомендую вам взять толстый шнурок и 4 вот таких булавочки, чтобы закрепить основные элементы узла с головками. Итак, начинаем. Взяли центр узла и делаем вот такую вот петлю. Это левая верхняя петля узла. Придерживая пальцем, делаем вторую петлю вот таким вот движением. Шнур рабочий у нас идет поверх. Это верхняя правая петля. Вот сделали. Я вам покрупнее буду показывать, чтобы было все видно. Для того, чтобы не сбились наши петли, я приколю их двумя булавочками. Вы тоже так первый раз сделайте, чтобы потренироваться. Третья петля. Шнур опять сверху. Это правая нижняя петля. И левую нижнюю петлю нам нужно сделать так, чтобы шнур у нас рабочий, нижний конец, оказался под низом. Вот таким вот движением нам надо сделать. Вот. То есть правый шнур у нас идет поверх, а левый выходит из-под низа петли. Вот таким образом. И приколоть еще раз. Конечно, когда вы завязываете настоящий наус, прикалывать булавками ни в коем случае ничего нельзя. Потому что металл или что-то другое, чем вы прикалываете, препятствует свободному течению энергии, намерения вашего. И мешает впитать узлу все ваше намерение, чтобы стать настоящим энергетическим щитом. Левый рабочий конец поверх правого. И он идет в правую нижнюю петлю из-под низу. Вот так вот. А левый шнур рабочий сверху в петлю, в левую нижнюю. Вот у нас получился вот такой вот элемент. Его можно немножко подзатянуть, сняв булавочки. Вот. Узел у нас получился не такой широкий потом в итоге. Ну приколем опять здесь, чтобы он у нас не сбился. И начинаем дальнейшее формирование узла. Правый рабочий конец заводим под две верхние петли. А левый рабочий конец мы проводим в петлю левую верхнюю, но под вот эту перекладину правого рабочего шнура. То есть под низ ее и из-под верха. Вот она у нас как идет. Так. Этот же шнур мы заводим серединку под правый вот этот рабочий шнур. Вот в эту серединочку заводим. Протягиваем. И последнее действие в правую верхнюю петлю под рабочий шнур. И вот так вот протягиваем в петли под и над шнуром. Вот у нас сформировался вот такой вот узел. Подтянем его, снимем все булавки и сделаем этот узел красивым. Вот такой вот у нас получился наус щит. Так он выглядит. Его можно затянуть потуже, конечно же. Концы вот эти вот соединить. Соединить, ну например, ну обычным узелком можно их соединять на самом деле. Лишние концы обрезать. И такой наус хранится либо в кармане хозяина своего, обладателя, либо пришивается на полы рубахи с изнаночной стороны, либо носится в сумке, или в кошельке в кармане. И он непременно будет работать как энергетический щит. Вот такой вот у нас замечательный узел. А теперь завяжем узел непосредственно уже вот из таких нитей потоньше. Нить у меня полтора миллиметра диаметром джутовая. Поэтому, конечно, длина ее покороче. Сантиметров 30. Итак, перед тем, как нам завязывать истинный наук, рабочий, магический, нам нужно обязательно свечи. Мы зажигаем с вами свечу. Знаете, что огонь свечи гармонизирует пространство. Свечи могут быть любые. Вот у меня такая плавающая плоская свеча, либо церковная свеча. Но они быстро очень сгорают, церковные свечи. Можно потолще взять церковные, чтобы для завязывания науза свечи вам хватило огня свечи. Проконтролируйте это, не берите очень короткую свечку. Итак, начнем. Сосредоточьтесь на вашем истинном намерении. Отбросьте все лишние мысли. Зажгите свечу. Огонь свечи поможет гармонизировать энергетику пространства. И также активируйте к высшим силам вашего данного случая защитную силу непосредственно к самому Богу Перуну, защитнику. Наук станет проводником через этот заговор энергии, снимет внутренние блокировки, создаст вокруг обладателя узла невидимый энергетический щит, разбудит родовую память на генетическом уровне для обретения изначального предназначения человека. Завяжите на ус во благо и на защиту ваших родных, любимых воинов. Этот мастер-класс непосредственно с заговором можно забрать по ссылке в описании к данному видео. Благодарю за просмотр данного мастер-класса. Подписывайтесь, пожалуйста, на наше сообщество, на канал YouTube. Ставьте свои эмоции. Это поможет продвижению нашего канала. Благодарю вас. Всего вам доброго. Лежите на усы во благо с чистыми помыслами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok